Валерий Александрович, поделитесь, пожалуйста, с вами первыми впечатлениями о прошедшем матче, а потом журналисты заговорят. Ну, во-первых, скажу просто вещь. Очень приятно играть на этом стадионе. Очень приятно играть при таких болельщиках. Я говорю, очень приятно, потому что, как ни странно, Валерий Александрович тоже внес в мою футбольную лепту. И с хорошей стороны, как болельщики, так и команда, это я тоже благодарен. А по игре, ну, наверное, скажу очень простую и банальную вещь, сегодня Валерий Александрович был факел сильнее, более организованной команды и команды, которая хотела победить. И они заслуженно победили. Если говорить про нашу команду, то я думаю, что группа игроков, группа игроков не выполнила тот план на игру, который мы планировали и допустили очень грубые ошибки. Если ты уже на десятую минуту начинаешь проверить 3-2, естественно, план начинает ломаться, ломаться. И, конечно, третий был в раздевалку. В принципе, было понятно, что мы будем атаковать. Уже мы откроем свои зоны, куда факел хорошо включался и атаковал. Ну, я не буду говорить банальные вещи, то, что не только ребята виноваты, скорее всего, и, ну, критерийский штаб виноват и допустили ошибки. Потому что, наверное, мы не угадали с игроками, которые звучали стартовым составом. В этом есть и мои ошибки. Ну, хочу всех поздравить. Наших болельщиков, преданных. Представители средств массовой информации. Ребят с хорошей игрой, с хорошей победой. План, который принимался. Мы, скажем так, после поражения в ТОСНО, очень серьезный разговор у нас в команде состоялся. И тщательно изучали соперника. Достаточно сказать, что из пяти проведенных первых туров, игр, команда Тамбов в трех играх на ноль сыграла. На ноль сыграла. У них вообще поражение ноль было. Они очень хорошо укомплектовались. Хорошая команда во всех линиях. Своеобразная поставлена игрой. Своеобразие игры в черт заключается в том, что они практически, и мы знали это, что они 10 человек при потере мяча отходят на свою половину поля, уплотняют в линиях, между линиями, перекрывают практически все зоны. И здесь решался фактор, определяющее значение имел. И он сыграл этот фактор. Фактор быстрого гола. Фактор быстрого гола. Я, ребят, просил группы атаки максимально убыстрить. За счет чего? Это было за счет того, что крайние полузащитники должны были смещаться сюда, в центр, открывать зоны для крайних защитников, с учетом того, что там его играет по схеме 4-2, 3-1. И вот усиление игры нужно было через насыщенную центральную зону. Очень сложно было что-то сделать. И мы попросили ребят, чтобы фланги вскрыли. И, собственно, первый мяч пришел из фланговой атаки, с отталки, великолепно сыграл передачу, отдал все. И фактор этого гола сыграл, скажем так, не определяющее, то есть не решающее, а во многом определяющее. Уже нужно было там было перестраиваться, открываться. И, собственно, то, что произошло, они стали открываться, образовали зоны. И мы использовали эти факторы. Всем я поздравляю ребят в сложных условиях погодных. Опять же, ровозвратилась к нам в регион. Тем не менее, и темп выдержали, и рисунок игры. Если обратили внимание, мы немножко тактическую схему изменили. Но это все сработало. Павел Петеревич, в предыдущих матчах, даже выигранных у нашей команды, проседал часто центр поля. То есть у нас были исполнители, но рояль таскать было некому. Сегодня вместо Слежова вы подняли Ивановну опорную зону. То есть было кому отбирать мчилистов. Абсолютно верно. Вы заметили этот факт. Проанализировал ситуацию. У нас во всех практически играх, даже в выигранных, то, что вы сказали, проблемная была центральная зона в плане оборонительных действий, в плане обороны. Сочетание Мурнин с Вежом, это сочетание двух созидающих игроков, которые ведут игру, которые заточены на атакующие действия. Но в плане обороны и у Вики, и у Андрея это не самое сильное качество. Поэтому проанализировал ситуацию. Мы здесь в опорную зону поставили Диму Иванову, который, кстати сказать, сыграл выше всяких похвал. В плане оборонительных действий он практически ни одного мяча не проиграл в борьбе. И здесь тогда стало немножко проще в созидании играть Андрею Мурнину. Андрею, и здесь два наших фланговых игрока, в большей степени продуктивно сыграл. У Лукьянова есть вопросы у меня к Ивенуру. Но надеюсь на то, что наберет все-таки. Поэтому здесь вот в плане структурном мы выиграли и в организации игры. И все, мяч у нас здесь в центре города был под контролем. И практически они не создали нам ни одной реальной такой урозы.